Ремесленная деятельность как вид занятости появилась в белорусском законодательстве относительно недавно, однако сразу же стала востребованной, особенно среди девушек, увлеченных различными видами творчества. С одной стороны, это элемент саморазвития, с другой – дополнительный заработок. Согласно нормам указа, физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность, вправе реализовывать изготовленные ими товары на ярмарках или в иных установленных соответствующими органами местах, в помещениях, используемых для их изготовления, с применением рекламы в сети интернет. Причем разрешены все способы доставки изделий ремесленника. Возможно также реализация изготовленных товаров на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. При реализации своих изделий законодательство не обязывает ремесленников оформлять первичные учетные документы. Следует учитывать еще один нюанс. При покупке работ хендмейт, ИП или каким-либо частным предприятием оплата за товар производится без исчисления и удержания подоходного налога. Но это только в том случае, если ремесленник имеет квитанцию об оплате сбора за осуществление деятельности. А мастеру в этом случае нужно ли что-то доплачивать? Ответ содержится в статье 372 Налогового кодекса Беларуси. Обязанность доплаты может возникнуть только в том случае, если физическим лицом в декларации о доходах и имуществе в качестве источника дохода на приобретение дорогостоящего имущества квартиры либо автомобилей будет указан доход от ремесленной деятельности, превышающий стократный размер такого сбора за каждый календарный год. И при условии, что за счет этого дохода произведены расходы на приобретение, как было указано, уже имущества дорогостоящего. Размер доплаты составляет 10% с суммы превышения. Она производится на основании извещения налогового органа в 30-дневный срок со дня его вручения.